Сегодня мы прибыли в Скэг-Вэй. Перед глазами открывается такой вид. Сейчас прямо в этом направлении я отправлюсь в путь. Потому что это не вентер, поэтому у меня только немного снега. Но в вентер-классе должно быть все светло. Привет, народ! Я сейчас нахожусь в Скэг-Вэй. Это маленький туристический городок. В нем практически ничего нет, только несколько улиц. И они выглядят тоже как американских вестернов. Сегодня погода хорошая, ясная. Есть возможность посмотреть и увидеть даже верхушки гор. Я пытался их снять раньше. Они покрыты снегом. В этом городке, в принципе, кроме того, чтобы что-то покупать, поесть и больше ничего делать. Все, кто сюда приезжает, я уверен, приезжают сюда ради гор. Потому что, ну вы сами все видите, да? Они просто находятся просто под головой. Точнее, над головой. А если бы было бы несколько дней для того, чтобы остаться здесь и погостить, я непременно бы взобрался на какую-то из них. Не знаю, если бы там, конечно, не было медведей. Но так, конечно, интересно. Мы сейчас направляемся в сторону трамвая или поезда. Я не знаю, что здесь ходит, но какой-то местный транспорт для туристов. И, может быть, нам покажут что-то интересное. Я сейчас нахожусь возле Railroad. Так, посмотрите, какие здесь есть паровозы. Это такой кусок истории. А вот бурительная машина специальная. Очень большая. Нельзя стоять на пути вот такой машины. Особенно, если она работает. Сбоку вид приблизительно вот такой. К сожалению, я не успел снять, как он только что подавал сигнал. Он действительно отбился с гор и было слышно несколько эхо. Я такого раньше не слышал. Ну что, я только что был в магазине, в котором была распродажа его названия. Alaska Shirt Company. Если я правильно понял, он находится у меня за спиной. Вы можете посмотреть сами. Просто все поголовные сейчас сошли с ума. Все идут туда и уходят оттуда с красными сумками. Понятно почему. Потому что сейчас там сезон распродажи. Американцы, как известно, очень любят скидочки. Вот. И скидки выглядят следующим образом. То есть, допустим, стоимость вещи там 20 долларов или 19.99. Рядом с ней написано, что скидка минус 50 от написанного на ценнике. Поэтому я тоже купил несколько сувенирчиков, которые я привезу домой. Я сейчас даже покажу. Вот так вот. Это пловец снов. Dreamcatcher. Я когда ее увидел, обрадовался и обязательно купил. Она стоила там без скидки 6, со скидкой 3 доллара. Абсолютно нормально. Ну, также я взял карандаши. Я их показать не буду. Мне просто для работы нужны карандаши. И вообще я люблю просто все эти ручки и карандаши. И я взял их несколько, чтобы привезти своим домашним. Ну, вот, в принципе, мы весь город исследовали. И это несколько улиц, которые находятся одна напротив другой. И там почти ничего нет. Нет, я шучу. Есть магазины. Магазины, рестораны и дома отдыха. Мы даже шутим о том, что больше не надо. Надо купить, поесть и отдохнуть. Как-то так. Вот, сейчас мы идем просто гуляем, пока еще есть время. А потом попробуем найти халявный Wi-Fi в библиотеке. Я не знаю, есть ли здесь библиотека. Потому что зачем она, в принципе, здесь нужна? Кто в нее будет ходить? Здесь, по-моему, живут одни продавцы. Я пошел исследовать дальше. До связи. Я только что вышел из местной библиотеки. Выглядит она вот таким вот образом. В библиотеке, как принято в Америке, есть бесплатный Wi-Fi. Поэтому, если вы путешествуете по Америке, и вам надо найти точку бесплатного интернета, это удобнее сделать именно в аптеке. Ой, что я говорю в аптеке? В библиотеке. В аптеке. Единственное, что не всегда получится поговорить там, потому что это все-таки библиотека. Просят придерживаться тишины. Но это вполне логично, нормально, поэтому все нормально. Скорость была очень маленькая, потому что в одном помещении сидело человек 15. Все там пытались скайпиться, чатиться и все остальное. Но, по крайней мере, допустим, сделать голосовой вызов и слышать своего собеседника опечатать, это у вас должно получиться. Городок очень маленький. Это, наверное, скорее село или деревня. Очень маленько. Здесь много кемперов, если это так называется, домов на колесах. Я имею в виду. Наверное, четверть зданий здесь это дома отдыха. Где-то три четверти зданий здесь это магазины. Ну и где-то вот что-то среднее оставшееся, хотя уже как бы, ну это я неправильно по чему-то говорю. Муха, иди вот. Это такие какие-то продуктовые варианты. Их как бы не так много, но я тоже видел. Муха. Очень классная фича работы на судне, на круизном лайнере, это то, что для своих сотрудников они организовывают досуг. И среди такого досуга есть бесплатная аренда велосипедов. Я непременно возьму себе один, когда буду в Ванкувере, для того, чтобы поездить, как можно быстрее посмотреть все кругом. Вот. Сегодня я не брал, потому что я сегодня стою на очереди по IPM. Но, как оказывается, вот эта очередь IPM, не обязательно, чтобы твоя карточка, вот, Ламинекс, не обязательно, чтобы именно моя вот карта находилась там. Самое главное, чтобы чья-то там карта находилась. Поэтому, если кто-то из, там, твоих друзей, соседей не хочет идти гулять в город или уже сходил погулял, то вполне нормально можно договориться о том, чтобы он поставил свою карточку туда. Вот так вот мой коллега по комнате, Йен, сходил сначала погулял сам по городу. А так как он был здесь уже второй раз, он уже быстренько посетил то, что хотел. И просто пришел, пришел ко мне. Я занимался в церквушке, сидел, учил партии на завтра. И он сказал, что хочешь пойти на улицу погулять? Говорю, конечно, хочу. Вот. Он говорит, пошли, я поставлю свою карточку, а ты будешь идти гулять. Я согласился и пошел гулять. Компанию мне составила моя аргентинская, точнее, бразильская знакомая. Она работает продавщицей в бутике. Вот так вот мы исследовали этот городочек. Она сейчас сидит в библиотеке и переписывается, а я вышел для того, чтобы сделать запись. Вот, кстати, у меня за плечом, вы видите, пример кемпера. Какие здесь ездят. Я видел уже, насчитал штук шесть, наверное, или семь. Они просто один за другим. У меня есть мечта приобрести такой же самый. Ну, не обязательно такой же самый, но просто дом на колесах. И много путешествовать на нем, много-много. Ну, вы поняли. Вот как-то так. Вот так выглядит библиотека в Скайгбэе. Чтобы вы понимали, весь город – это вот несколько таких вот улочек крест-накрест. И то это я стою как бы на длинной улице, которая ведет куда-то далеко, наверное, уже ближе к трассе. А так, вот я поворачиваюсь. Вы можете видеть, как сзади того автобуса остается еще пару кварталов. Вот и все. Не падай духом, где попало, еще ведь не хватало. Не падай духом, где попало, еще ведь не хватало. Дальшеlem. Вот так! Вот так!